Вы смотрите «Надо помочь» и с вами я, Анна Махова. Здравствуйте! О силе, воле, о стремлении маленьких, особых детей быть здоровыми, быть как все. Сегодня о тех, кто помогает в этом и кому надо помочь. Смотрим! Петка сам родился, захотел, потому что он родился, как обычный ребенок, и закричал, и задышал. Только шестимесячно и на килограмм. Молодец, ты села ровненько, ну вот, все, можешь, хорошо. А теперь Люсю обнимаем. Наклон вперед и обнимаем Люсю двумя руками. Мне понравилось, да все! Подробно не могу рассказать, к сожалению. Петя Долгня 3,5 года. Он пока не умеет стоять и ходить, но каждый день упорно учится этому. И в этих учениях Пете нужна помощь. Родители мальчика просят помочь в оплате курса реабилитации в клинике в Польше, где Пете помогает держать спину и делать первые шаги. Петр счастлив слышать похвалу отца. Это здоровому ребенку легко сесть, встать для Петя в свои 3,5 года. Пока это большой труд, но он как настоящий мужчина все терпит и старается изо всех сил. Петка сам родился, захотел, потому что он родился, как обычный ребенок, и закричал, и задышал. Только 6-месячный и на килограмм. Ирина до сих пор не может понять, почему так произошло. Беременность протекала без патологии, анализы были хорошие. Просто роды начались раньше срока. После рождения Петя попал в реанимацию, затем пошел на поправку. Но в 9 месяцев начались приступы, которые затормозили все старания родителей и самого Пети к тому, чтобы быть здоровым. Мы начали активно, как многие мамы начинают активно реабилитировать ребенка. Массаж, электроэнцефалок, электрофорез. А оказывается, обследование, если бы полное и достоверное обследование, и кто-то предупредил, мы бы этого не делали. Через полгода приступы удалось купировать. С того момента Петя всему начал учиться заново. Когда вот рассказываешь, так сравнивать с предыдущими умелками на день, на два, на месяц позже, чем с обычными детьми. Потому что особенные дети, у них вообще все по-другому развивается. Сейчас мама стала говорить. Па-па-па, ба-ба-ба, мама-ма, и поворачиваться на Петю, тянуть ручки, трогать игрушки и меня по щекам трогать. Такие заветные слова мама и папа, то, что Петя начал их говорить, осознанно, его одно из главных, огромных достижений в эти пока еще всего три с половиной года. Сейчас все силы брошены на то, чтобы стимулировать мозговую активность, чтобы кроме этих заветных слов мальчик начал говорить много других. Все стараемся делать для развития мозга. И все говорят, движение тоже стимулирует работу мозга. И, конечно, вот велосипед есть, который для детей с ДЦП, там фиксируются ступки специально, чтобы правильно фиксироваться, чтобы он не носочками крутил педали, а правильное положение. И этот велосипед можно и зимой на нем, вон там толстые шины. То есть это мечта любой мамы, у которого есть ребенок ДЦП. А еще Петю учатся держать равновесие, стоять. Это просто необходимо для того, чтобы в дальнейшем учиться делать свои первые самостоятельные шаги. И в этом Пете помогают в клинике в Польше. Методика лечения там очень подошла мальчику. После первой поездки уже появилась положительная динамика. Теперь главное не останавливаться, но на каждую поездку необходимо порядка 320 тысяч рублей. Велосипед, о котором мечтает Ирина, стоит порядка 100 тысяч рублей. Папа мальчика работает на заводе. Средств не хватает ни на поездку в Польшу, ни на специализированный велосипед. Даже на платное лечение здесь, в Тольятти, денег нет. Семье Пете очень нужна помощь. Если вы хотите ее оказать, вы можете сделать это, связавшись с мамой мальчика по телефону 8 917 960 06 77 Ирина Долбня. Или зайдя в группу помощи Пете ВКонтакте. В Тольятти мамы детей с ограниченными возможностями вводят их заниматься ипотерапией. У ребят есть большие успехи в конном спорте, и их ждут на всероссийских соревнованиях. Но у родителей детей нет возможности купить им амуницу, без которой их просто не допустят к заветным соревнованиям. Родители и тренер просят им помочь. Давай, мак левой ногой. Выше ногу. Хорошо. Молодец. Ты села ровненько. Ну вот, все, можешь. Хорошо. А теперь Люсю обнимаем. Наклон вперед и обнимаем Люсю. Двумя руками. Крепко-крепко. Вот так. В Тольяттинском центре для занятий ипотерапией всегда многолюдно. Ни одна лошадь не стоит без дела. Дети, животные, взрослые все вовлечены в процесс. Здесь протекают занятия ипотерапией. Дети выполняют разные задания верхом на лошади. Кто-то только учится держаться в седле, а кто-то, как, к примеру, 9-летний Даниил Кулагин, уже ас в верховой езде. У каждого наездника здесь есть своя история и свой диагноз, который в обществе выделяет из общей массы. Посмотрите, у нас все дети такие. У нас много детей вообще неходячих. Кто передвигается на ходунках, кто такие. И мы здесь равные среди равных. На этих занятиях все дети особые. И именно это их объединяет и позволяет ощущать себя самым обычным ребенком. Если он неходячий и в коляске, он еще может как-то, знаете, терять ориентацию. Ну, в общем, да. Здесь на лошади он сидит, как вкопанный. То есть лошадь заставляет держать равновесие. Во-вторых, они же ведь даже на лошади не просто ездят, они же делают упражнения. Каждый ребенок приходит сюда не только за общением, но и результатом. Когда Даниил держится в седле, трудно поверить, что он не ходит. И таких детей, как он, тех, кому занятия верховой ездой помогли встать на ноги, здесь много. У нас диагноз ДЦП. В пять лет я ее еще носила на руках, возила на коляске. Сейчас она ходит почти хорошо, управляет лошадью. Нам занятия эти просто как воздух необходимы. Каждый день у ребят, которые занимаются в центре, новые достижения. И они гордо показывают их на соревнованиях. В нашем центре, в принципе, работа с такими детьми проходит именно через работу и подготовку к соревнованиям. Потому что для ребенка очень важно видеть перед собой цель, понимать, куда стремиться и в чем развиваться дальше. Ведь это же стимул. Вот представьте себе, что просто тренироваться, да, это одно. А когда ты тренируешься и знаешь, что какое-то соревнование, вот, например, у него есть бронзовая медаль за наше соревнование. Вот буквально недавно, месяц назад, мы серебро получили. Понимаете, это же стимул. Во многих городах России сегодня создают группы верховой езды, в которых дети с особенностями в развитии могут заниматься. А позже участвовать в паралимпийских соревнованиях по конному спорту. В Тольятти не исключение, здесь также проходят местные соревнования. Но чтобы достигать новых вершин, необходимо выезжать за пределы города. За один календарный год в стране проходит несколько соревнований различных уровней. И родители особых детей стараются сделать все, чтобы их спортсмены смогли туда попасть. Скоро Тольяттинской группе предстоит очередная поездка за медалями, званиями и, может, за победой. Но так как большая часть таких поездок протекает за свой счет, спортсмены и родители просят им помочь. Сегодня у детей, увы, нет даже амуниции, чтобы не только выступить, но и выглядеть на соревнованиях достойно. Форма – это вообще очень важно, потому что, когда человек надевает другую одежду, у него совершенно другие ощущения. Он становится, ну, как-то строже, собраннее. Если вы хотите помочь особым детям приобрести амуницию или оплатить проезд за проживанием в Москве, чтобы дети могли попасть на соревнования, вы можете сделать это, связавшись с тренером по ипотерапии Анной Цапковой по телефону 8-927-771-1956. В Центре для детей с ДЦП «Вера, Надежда и Любовь» состоялся праздничный концерт, на котором особые дети показали свои таланты и рассказали, как важно для них быть как все. Сегодня на концерте восьмилетняя Настя – звезда. Она и поет, и играет на музыкальных инструментах, и даже танцует. Пока Настя стоит на сцене, по ней не видно, что она особый ребенок. И только когда девочка уходит за кулисы, становится понятно, как сложно ей делать каждый шаг. На самом деле, сначала мне было страшно. Вообще, просто полный зал зрителей был, я боялась. Мне понравилось. Да все! Подробно не могу рассказать, к сожалению. Очередная определенная победа, общение с детьми, с людьми вообще. Мне кажется, это раскрывает ее, убирает вот это вот стеснение, потому что они уже большие, и они понимают, что они отличаются от других детей, от других людей, которые ходят нормально, условно так назовем. Вот. И такие мероприятия, они позволяют приобретать уверенность в себе. Десятилетняя Лиза прекрасно понимает Настю. И тоже ее шаги даются нелегко. И у Насти, и у Лизы ДЦП. Но выступая на этом концерте, девочки доказывают себе и окружающим, какие серьезные шаги они сделали в этой жизни уже сегодня, сейчас. Никакой диагноз не помеха этим успехам и достижениям. Всех пригласили выступать, чтобы все радовались с нами. Ну, мне было сложно, но я смогла. Раньше у меня ребенок не выступал в подобных концертах, и он живо взялся за это новое для нее дело. Ей было это интересно. Она познавала себя, познавала что-то новое в этом процессе. Ей это приятно, и она получала от этого удовольствие. Вот уже больше года в Тольятти работает социально адаптированный центр «Вера, Надежда и Любовь». Здесь дети с ДЦП другими диагнозами бесплатно проходят ежедневные курсы реабилитации. И эти дети сегодня выступают на отчетном концерте центра. Дети сами придумывали номера, рисовали эскизы костюмов. В общем-то, вы сейчас видели то, как они выступали и выступают до сих пор. Это как раз их задумки. Больше полугода репетиций, каждая с волнением и в полную силу. Выбор костюмов, примерки волнений перед самим выступлением. Преодолеть свои страхи и выйти на сцену – это большой труд. Этот концерт как одна из форм реабилитации для этих детей. Концерт, как и любой концерт, они, наверное, все одинаковые. Нужно приложить много усилий, много труда. И с особыми детьми это сделать еще сложнее. Конечно, это самоутверждение, это вера в себя. Все начинается с желания. Человек сначала начинает желать, ходить или что-то сделать, потом это делает. Особенные дети, они действительно могли понять, что они не такие особенные, обыкновенные. То есть все идет на то, чтобы дети воспринимали себя частью общества. А это как этап. Особые дети хотят быть, как все. Они ходят в школу, у них есть друзья, свои интересы и большое желание добиться в этой жизни успеха. И возможность выйти на сцену, которую они получили сегодня – один из уверенных шагов к заветному желанию. В нашем центре занимаются дети особенные, с разными нарушениями. В основном с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И, в общем-то, концерт призывал людей, всех окружающих, увидеть в наших детях обычных детей. Они точно так же способны выступать, как и обычные дети. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить, и должны наши дети присутствовать на них. И очень хорошо, что здесь были здоровые детки, которые должны тоже знать, что есть такие детки, как наши дети. Чтобы не тыкать пальцем, скажем, стыть на улице, а понимать, что они такие же люди, такие же дети. Также хотят слушать музыку, танцевать и так далее. А сейчас посмотрим на тех, кому еще нужна ваша помощь. Елена Ольшанская с 29-летней дочерью Валентины два года назад приехала жить в Самару. У девушки задержка психического развития. Она нуждается в лечении, и мама просит помочь в его оплате. В Самаре при храме в честь трех святителей строится центр помощи детям с ДЦП, приступами эпилепсии и другими заболеваниями. Дети смогут оставаться в центре днем, общаться, развиваться и заниматься. Все это будет совершенно бесплатно. Центр строится на пожертвовании. Волонтеры, которые участвуют в строительстве, просят им помочь. Анжелика Зинченко одна воспитывает 9-летнего сына Лёва. У мальчика аутизм, он нуждается в особом внимании и уходе. Уделяя все свое внимание сыну, Анжелика не в силах самостоятельно провести ремонт в собственном доме, который сегодня находится в плачевном состоянии. Женщина просит ей помочь. Помочь можно разными способами. Например, так. В Самаре прошла ежегодная выставка «Мы есть», организованная волонтерами Самарской общественной организации «Домик детства». Дети-сироты, дети-инвалиды, семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации через свое творчество и эту выставку, в очередной раз напомнили людям, что они есть и нуждаются во внимании и помощи. У 6-летнего Кирилла Игнатьева смешанная тугоухость. Чтобы слышать, как все мальчику были необходимы на оба уха дорогостоящие слуховые аппараты. Приобрести их помог благотворительный фонд «Все вместе» и «Добрые люди». Благодаря этому сегодня Кирилл вновь может слышать звуки вокруг. В поселке Новосемейкино живет 4-летний Сережа Кирничный. Врачи обнаружили у него патологии правой почки. Сереже была необходима сложнейшая операция, позволяющая сохранить орган, но сделать ее могли лишь в клинике в Германии. Она стоила полтора миллиона рублей. Благодаря помощи многих людей родители смогли собрать нужную сумму и прооперировать Сережу. Петь, танцевать, слушать музыку – это любят все дети, независимо от особенностей в развитии. И концерт, который прошел в Центре веры, надежды, любовь, тому подтверждение. А еще это возможность показать другим, как важно помнить, что все мы разные, но все мы равны. Только порой кому-то нужна ваша помощь и участие. Как, например, сегодня в них нуждаются Петя Долубни и дети, посещающие Центр по ипотерапии. Кому и как помочь решать вам. Историю этих и других героев передачи вы можете посмотреть на сайте канала «Губерния», а также в группе «Надо помочь» ВКонтакте. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Несите добро. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»